Новосибирск 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 это был спорт. Я все свое время проводил в спорте. И мне не получилось продвигаться даже по борьбе, допустим, да, и я попробовал себя в армии, да, почему началось, сейчас объясню. Я понимал, что если я не поеду куда-то, допустим, в армию, что если я не поеду, то меня не брали в армию, и то я стал либо наркоманом, либо еще кем-то. И я, знаешь, в чем прикол, я думаю? Прикол в том, что есть много молодых пацанов, которые не знают, куда одеть себя, во-первых, да, а сейчас они увидели вид спорта, который номер один во все, самый быстро, который распространяется, во-первых, и он номер один сейчас в мире. И он такие обороты набирает, что молодежь интересуется и видит, что там деньги, потенциал и все остальное. Понимаешь? Мы же тоже выступаем определенно, чтобы, думаем о дальнейшей жизни, выступаем, чтобы построить свою жизнь определенную. И каждый хочет, и каждый мечтает определенную. И они видят в этом виде спорта, допустим, и идут туда. То есть, я так понимаю, сейчас многие видят в ММА профессию, да? То есть, намеревается каждый стать профессионалом. Ну, большинство, понимаете? Ну да, смотри, у нас, допустим, есть борцы хорошие, есть ударники хорошие, которые борьбуют. И для них это, как бы, сейчас все виды спорта не так популярны, как ММА. И все, как бы, с каждого обжирено. База, там, допустим, кубасов, ему интересно, он ходит, как бы, занимается, подтягивает борьбу и тренируется. Я, в свою очередь, когда занимался вольной и классической борьбой, тоже, как бы, не был поддержки, рано потерял отца и старался двигаться сам. И в 19 лет я, в 20 лет я пришел в боевое самбо, я этот вид спорта называл отчаянный вид спорта. Все борцы, бойцы, боксеры, которые переходят в ММА и в единоборство, и они, у них получается, и они находят себя в этом виде спорта. Боксеры, и борцы, и, потому что им легко дается, здесь смешанные единоборства, они, и, как бы, может, удачно выступить и боксер, и борец, и кикбоксер. Мой вид спорта был, это близкий рукопашный бой, сажный, да, а под фуалей это было вольная борьба, да, он занимался. После чего, я, допустим, у меня было вместо рукопашного боя, потом был боевой самбо, потом был панкратион. В то время очень много видов рукопашки было, разного там направления, назвались они, там, Ермаль, там, еще что-то. И это любительская карьера была, они не как профессиональные бои, да, и у нас, в смысле, полюбительные вещи по штатам. Мы с ним были года три, первые номера по трём-четырём видам спорта, мы с ним вместе путешествовали по всем странам, куда ездили. Мы постоянно с ним вместе были во всем местам, где людей бьет. За деньги. В первую очередь начинаешь к бойцам ММА, это не гнаться за деньгами, это, если погонишься за деньгами, ты в первой же части своей, в начале своей карьеры остановишься. Потому что лучше гнаться за историей, делать себе историю и стараться равняться на лучших и побеждать, в первую очередь, себя. Идти до, к своей поставленной цели до конца, чтобы не было. Я думаю, лучше всего это поставить себе цель и идти к ней, допустим, как мысль, я себе ставил цель и шёл к ней, допустим, чемпионат Москвы. Я готовился к ней, упорно, потом выиграл, потом поставил цель чемпионат России. Ставьте себе цель и идите к ней, ищите для себя стимулом в каком-то человеке, допустим. Для меня, когда я занимался борьбой, был загибный дизайн потенциалом. Потом, по возможности, когда я познакомился с Фёдором, у меня был потенциал Фёдор, да? И я вот так стремился, смотрел, вот так шёл потихоньку. Я думаю, это зависит от того, что какое у него желание, как он хочет этого сильно добиться. Когда человек чего-то хочет, он это делает и добивается. Я думаю, это уже зависит от самого человека, что он хочет, от контракта именно, да? Сейчас у нас, чтобы бойцы ставили свои условия, ещё нет, у нас не так прям это всё собрано, чтобы мы там свои диктовали права. Нам дают права, мы с ним уже сформировались, как бойцы, нас уже знают, да? Мы можем определённо свои правила диктовать в этом праве. Новички, они, им либо соглашаться, либо нет, чтобы... Ну, примеры были у вас на старте ещё новачи? Ну, всё, что было, всё прописывали. У нас, на самом деле, каждый день новые соревнования бывали. Это очень трудный диспорт, на самом деле. Это трудно объяснить, это трудная дорога, которая своеобразна, как бы, и по-своему приносит свою радость и свою определённую горе, да? Да, здоровые, допустим, да? Спасибо. Канда, вот. Закончили, да? Я просто смотрю, как-то думал, это было. Я думаю, о чём ты говоришь. Ну, все контракты, которые я подписывал в России, я их, можно сказать, не читал, потому что я доверял своему старшему брату, это Камилу Гаджиеву. Также он занимался всей моей профессиональной карьерой сначала. Наши ты хотел сказать? Наши ты хотел сказать? Ну, наши. Я доверял им, просто у меня самого не было времени на то, чтобы прочитать, и я ознакомился с этим, я полностью ему доверял. А уже когда выше уровнями, на западе, за океаном, когда дерёшься, там по-любому надо читать всё досконально. И если что-то не нравится, предлагать какие-то свои условия. Если они не идут на уступки, то уже всё равно искать компромисс и подписывать, если ты хочешь двигаться. Сейчас на данный момент контракт с UFC закончился, там новые хозяева, и у них новые правила. У всех, у кого контракты закончились, они никому не продлили. Новый арокат. И поэтому я сейчас открыт для российского, и китайского, и рынка, может быть. Рынка, да. Поэтому есть много предложений со всех организаций, и с многих, и с российских, и китайских, и японских, тот же Ризин. И думаем сейчас, я думаю, в ближайшие, в будущие, в ближайшие недели уже будут новости, и я опубликую на своей странице. Я считаю, что этому вопросу тоже есть место быть, потому что многие, когда, многие спортсмены, когда видят, что их так нагло судьи не пускают вперёд, они, конечно же, будут думать о том, в каком направлении им дальше идти, где будет к ним более лояльно относиться. У меня тоже были такие ситуации. Я тоже, как я смотрел назад и пересматривал, даже с судьями спорил, но потом понимал, что это бесполезно. Можно просто оставить всё, как есть, это опыт, и двигаться дальше. Это, я считаю, что этому вопросу есть место быть в такой ситуации. Поразу, есть, что вы говорите? Да, есть. Все печально. Нет, просто я сейчас думаю о том, что язык по поводу вопроса. Ну, у Рассула таких ситуаций много было. Да, у меня просто таких ситуаций много было, я думаю, это не зависит от спорта и отношения судьи, я думаю, это зависит от самих людей. Просто из-за практики и боёв своих, когда у меня вот такие решения были, как бы, да, судейские, когда я явно выигрывал. И я для себя сделал вывод, что и придерживаюсь до сих пор этого мнения, как бы, чтобы не было вопросов, нужно заканчивать досрочно. И никаких вопросов там не будет по этому вопросу. Во-первых, я думаю, сколько ещё лет это у меня. Я думаю, я долго ждать не заставлю, потому что я уже не могу, как бы, у меня внутри уже трясёт. Трясёт, так что я думаю, уже в скором времени начну тренироваться и постараюсь уже где-то провести. Ну, это на самом деле сейчас, когда ты задал вопрос о дальнейшей нашей жизни и что мы собираемся делать. Для меня на самом деле сейчас реваншик на первом месте стоит, а потом будем думать по поводу... У меня просто контракт с отцов, и я жду предложений просто, и у меня мечта – это UFC. И я хочу попасть туда, но на данный момент у меня есть незаконченные вопросы, но на данный момент... Нет, я контракт в одном уже подписал, было еще полгода назад. Просто я ждать не собираюсь, пока им не будут, и из-за этого когда мне предлагают. Самбо? Ну, по всей мере, в моей соревновании это было чемпионат России неудачно. До этого Кубок мира удачный. Как вы закончили самбо? Маля, ты еще не закончил. Малечка. Они, наверное, в соревновании пришли с медалями «Дети». Подойдите к нам? Да, ребят, подойдите. Вы борцы, боксеры, кто вы? Я борец. Борцы. Так, еще один борец. Борец или хоккеист? Кристалл, у тебя написано. Ну, я знаю. Чем вы за него? Один сюда, второй сюда. Давайте, как отца послужил. Так, послужил. Так, послужил. Все так нормально? Семейные традиции, конечно, в первую очередь, потому что мы следуем за нашим родом, за своими отцами, за дедушками, за прадедами. И стараемся следовать их законам, обычаям. И поэтому дети, семья, мать, отец, близкие, родные всегда на первом месте. Ближе их никого не будет. И ближе их только сосед. Я бы немножечко все сказал. Спасибо. Мы как считаемся названными, как родные братья. Вопрос такой, наверное, общий, может быть, не все знают. Расскажите, как вы познакомились, когда дружба ваша началась, и в жизни друг друга какую роль сыграли? Спасибо. Расскажите, как вы познакомились, и сейчас, свой звездный час рассказывает. Поверьте, я просто недавно на сетях, и я друзьям рассказывал, как мы с ним познакомились. Это на самом деле, это было незабываемо. Но сетях ты не будешь рассказывать точно. Ну, сетях не получится, как бы, рассказывать. Это было 2007-й год, кажется. 2006-й год был. Он готовился к чемпионату мира. Эта школа была волосных. И я для себя открыл каждый раз новую школу, тренировался, узнал, где есть новая школа, хочу тренироваться, для себя что-то брал. Тут по случайности у нас были схватки, в партере мы боролись. Я встал, я даже не знал, кто он, что он. И мне говорят, о, твоя земляки, там, туда-сюда, это куда-то. И я такой, я узнал, что он с Кизляра, а я сам с Кизляра. Ставьте себе, а ты что-то, что ты сейчас. Я не знал, кто ты что-то. И получается, я подкажу к нему здороваться, вот так вот, от радости. Знаешь, когда земляка встретился с родного Кизляра в Москве, он такой маленький такой городок, когда он раз в Москве встретился, такой приятный, от радости, и тут только поздороваться. С ним здоровался, он такой. Вот так, вообще, знакомство и было. Спасибо. Вы, по-моему, господь, уважаете, как бы. Только сейчас я не отворачиваюсь от тебя, а отворачиваюсь. Продолжение следует...